Всем доброго дня и хорошего настроения! Я сегодня хочу поделиться одним из своих любимых салатов с помидором. Все продукты берутся в произвольной форме на ваше усмотрение, кто что чего больше любит. Итак, какие же ингредиенты нужны для этого салата? Конечно же помидоры, авокадо, лук, гранат, соль, сахар, масло оливковое или подсолнечное, винный уксус или яблочный, можно заменить лимонной кислотой, кому как больше нравится. Приступаем! Первое, что необходимо сделать, порезать и замариновать лук. Пусть он маринуется, пока мы будем заниматься другими продуктами. Немного соли, немного сахара, немного винного уксуса или лимонной кислоты. Все, отставляем, пусть маринуется. Ну вот и все, салат готов. Он очень простой, но тем не менее очень вкусный. Я сегодня буду готовить очень легкий, но вкусный салат, который будет состоять из листьев салата и рыбных консерв. Если вам интересно, оставайтесь со мной, будем готовить вместе. Что же нам для него понадобится? Листья салата в любом количестве берите, как вам удобно. Штучек 6 помидоров черри. Вы можете взять 1 помидор средний. Манго у меня уже нарезанная. Но если у вас его нет, вы можете заменить его или персиком, или яблоком. Киви 1. Рыбные консервы. У меня тунец. Можно взять горбушу в собственном соку. Немного лука. И для заправки нам понадобится хреб консервированный. Масло оливковое или растительное. Винный уксус. И соевый сладкий соус. Если нет сладкого соевого соуса, можно чуть-чуть добавить сахарку в него. Аккуратненько кусочками выкладываем рыбные консервы на салат прямо. Затем выкладываем манго. Я его уже порезала. Если вы боитесь манго добавлять или сладкие фрукты добавлять в салат, добавьте сперва чуть-чуть. Попробуйте. Чайная ложечка хрена. Столовая ложка сладкого соевого соуса. Ложка столовая винного уксуса. И две столовые ложки оливкового или растительного масла. Если вы сомневаетесь в пропорциях каких-то и делаете соус винагра для салата, то вы его всегда старайтесь пробовать, чтобы он вам нравился. Тогда и салат будет вкусным. Должно быть сладко, кисло и солено. Ну вот и все. Салат готов. Он очень простой, легкий. Надеюсь, что он вам понравится и пригодится. Я сегодня буду готовить очень интересный, необычный, но вкусный салат. Без майонеза, легкий. Он украсит любой праздничный стол. И такой с необычной, экзотической ноткой. Я думаю, что он вам понравится. Если вам интересно, оставайтесь со мной. Будем готовить его вместе. Что же нам для этого салата понадобится? Одна хурма. Один помидор. Половинка средней луковицы. Салат. Здесь салат может быть любой, как айсберг, даже пекинская капуста, любые листья салата. На ваше усмотрение. Половинка болгарского перца. Один средний соленый огурец. Для заправки нам понадобится бальзамический уксус. Это может быть винагра, яблочный, любой. Одна чайная ложка. Соевый соус. Одна чайная ложка. У меня сладкий соевый соус. Я люблю пользоваться в салаты сладким соевым соусом. Даже можно не добавлять меда. Если у вас сока соленый, добавьте пол чайной ложки меда. Оливковое масло. Одна-две столовые ложки. И половина чайной ложки консервированного хрена. Приступаем. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все. Салат готов. Можно подавать на стол. Надеюсь, что он порадует не только вас, но и ваших гостей. Я сегодня буду готовить очень интересный салат. Готовить я его буду впервые. Поэтому в конце расскажу, понравился он мне или нет. Стоит его готовить или не стоит. Что же нам для этого салата понадобится? Авокадо. Одно. Шампиньоны. Три штуки. Одна луковица. Помидор один. Перец. Болгарский сладкий один. Лимонный сок. Одна столовая ложка. Соевый соус. Одна столовая ложка. Оливковое масло. Одна столовая ложка. Сахара. Одна чайная ложка. Соли. Одна щепотка или две. И петрушки по вкусу. Вся информация по этому салату будет оставлена в инфобоксе. Заглядывайте туда, если кто не запомнил. Ну а сейчас приступаем. Первое, что нам необходимо сделать, порезать и обжарить лук. Лук посыпаем сахаром. Немножко карамелизуем его. Теперь на этом этапе автор этого салата предлагает замариновать грибы в соевом соусе. Но я, если честно, не хочу рисковать и попробую немножечко изменить рецепт и обжарить шампиньоны в соевом соусе. Не замариновать, а обжарить. Продолжение следует... Продолжение следует... Ну вот и все. Салат готов. Я его уже попробовала и хочу вам сказать, что салат мне очень понравился. Ингредиенты я взяла, как написано. Единственное, что я отошла немножко от рецепта, так это пожарила соевым соусом грибы. Если кто-то смелый и рискнет их просто замариновать и добавить в салат, то, пожалуйста, напишите, как у вас это получилось. Вкусно или нет. Салат я вам советую, он очень легкий. Ну а я на этом с вами буду прощаться. Не забудьте подписаться на мой канал, если еще кто-то не подписался. И мне будет очень приятно, если вы поставите лайк. Всем большое спасибо. До свидания и до скорой встречи. Субтитры сделал DimaTorzok